Привет всем! Однажды я делал ролик, в котором делился книгами, которые на меня достаточно сильно повлияли и которые я продолжаю перечитывать периодически. Вставляю ссылку в угол. Я также часто использую цитаты из фильмов, которые подходят по контексту. Я решил сделать небольшой хит-парад из топ-10 киноцитат, которые обладают собственной значимостью, то есть их можно применять в очень большом количестве случаев. И время от времени они самопроизвольно всплывают в памяти, просто по ситуации. Когда я раздумывал над этим списком, что включить в топ-10, обнаружился интересный факт. Блестящий, даже гениальный фильм далеко не всегда содержит в себе какую-то хлесткую четкую фразу, которую можно использовать как цитату или афоризм. И наоборот, встречается такое, что фильм в общем-то проходной или ничего особенного из себя не представляющий. Просто фильм. Но в сценарии кому-то повезло, и вот есть некая сформулированная мысль, которая обладает почти весом афоризма. Единственное, что она конечно хорошо играет в определенном контексте, поэтому цитату, как правило, нельзя просто вырвать из пустого места. Она играет в определенном окружении. А сама фраза просто является ключом, который вызывает в памяти саму ситуацию и расклад сил в ней. Так что это не топ-10 лучших фильмов, которые я могу посоветовать. Нет. Просто 10 важных фраз, которые можно применять и в собственной жизни, и в психологии вообще в принципе, и в мужском движении, и в других отношениях тоже. Итак, поехали. Номер один. A bug's life. Приключение флика. А, понятно. Новое руководство. То есть это твоя вина. Нет, это не я, это... Не-не. Первое правило лидерства. Абсолютно все твоя вина. First rule of leadership. Everything is your fault. Отлично сформулированная основная мысль в лидерстве. Да, лидер как бы своей зоной ответственности накрывает зону ответственности других людей, которые ему подчиняются. И те, кто ему подчиняются, в известной степени представляют собой продление его тела, его рук, его ног. И в этом смысле он отвечает за результат того, что они вместе все делают, поскольку какой-то единый организм. Как я подробно раскрывал в ролике про ответственность и то, чем она не является. Смотрите, ссылка в углу. Тут важно не путать номинальное лидерство, когда человека типа называют лидером, чтобы спустить на него всех собак и назначить крайним за что-то. Как правило, за какой-то фейл, конечно же. И настоящее лидерство, когда человек имеет власть распоряжаться чем-то. И только тогда можно сказать, что он действительно отвечает за результат. Эти слагаемые могут играть только вместе, и не могут играть по отдельности. Если тебе на самом деле подчиняются и выполняют твои распоряжения, да, ты отвечаешь за результат. И иногда вынужден вникать в личные конкретные дела людей, которые тебе подчиняются. Если такой власти нет, то не нужно и пытаться брать на себя ответственность за какие-то там провалы. Свободные люди отвечают только сами за себя. Никто за них не отвечает. В этом смысле большинство мужчин в семьях так называемых главы семейств. На самом деле никакие не главы, конечно. А не те, на кого списываются убытки. В принципе, похожая мысль неплохо выражена в фильме «Майор Пейн», сцена, когда он назначает нового командира взвода. Он говорит примерно так. В принципе, похожая мысль, но сказано менее изящно. В приключениях Флика эту цитату произносит Кевин Спейси. Конечно, он гораздо моложе, чем когда он был в карточном домике, но все-таки его голосом эта фраза приобретает дополнительный смысл. Отличная фраза. Номер 2. Паллада о доблестном рыцаре Айвенго. Это единственная русскоязычная цитата, которую я решил включить в топ-10. Слишком часто эта тема всплывает. И в личной жизни, и не в личной. Многие люди стремятся к свободе, мечтают о ней, говорят о ней. Когда она вдруг резко наступает, какая-то внешняя управляющая сила, вдруг по какой-то причине исчезла и потеряла свой контроль. При всем том, что человек радуется, оказывается, что он ошарашен, потому что он не привык ставить сам себе цели. Свобода ведь состоит не только в том, что тебя никто не бьет по шатке за то, что ты делаешь что-то не так или не то делаешь. Она состоит в том, что ты выбираешь, куда ты хочешь двигаться, как в известной пословице. Не плыви по течению, не плыви против течения, плыви туда, куда тебе нужно. Вот эта проблема решить, куда же мне нужно, многих приводит в ступор. И, честно говоря, многим людям свобода такая не идет на пользу. Их начинают колбасить, и они, по сути, ищут, к кому прицепиться и на кого возложить вот это целеполагание. Кто объяснит им, куда нужно двигаться, что им нужно делать. В общем, свобода – это сложная вещь. Это палка о двух концах. Это обоюдоострое лезвие. И она не всем на пользу. Номер три. Гад така. Хочешь знать, как я это сделал? Вот как я это сделал, Антон. Я не экономил силы на обратный путь. Очень хороший фильм, там много интересного. Но все-таки центральная фраза «I never saved anything for the swim back». Герой выдает свой секрет брату, как он, имея гораздо меньше возможности, побеждал его. И делает это неоднократно. Секрет в том, что он себя не жалел. Поскольку для него это было важно, он готов был биться насмерть. Я понимаю это так, что человек, который ходит ва-банк, его крайне сложно и победить, и остановить. Но чтобы обладать такой сверхсилой, нужно верить в какую-то идею. Нужно очень сильно чего-то хотеть. Номер четыре. Шоу Трумэна. Кристоф, позвольте спрошу вот что. Как вы думаете, почему Трумэн никогда не подходил к раскрытию настоящего устройства своего мира до сих пор? Мы принимаем реальность того мира, который нам показывают? Вот так все просто. В Шоу Трумэна много хороших мест, но все-таки это фильм, целиком посвященный преодолению ложной картины мира. Выходу на новый уровень, на новую орбиту. По сути, этой фразой Кристоф очень сжато излагает идею, изложенную Платоном в его пещере с тенями. Люди, которые родились и выросли, наблюдая силуэты на стенах, для них это часть обычного мира. И любой, кто попытается объяснить им, что мир на самом деле не такой, скорее всего пострадает. По сути, во многом картина мира, как мы его воспринимаем, эта картина находится в нашей голове. И во многом это декорация. Не во всем, но во многом. Человек, который решил сквозь эти декорации пройти, ему требуется большая смелость. И для него это весьма рискованно. По сути, чуть дальше по сюжету Кристоф произносит фразу, родственную цитате из Гаттоки, когда говорит, что если бы Трумэн действительно хотел выйти за пределы этого поддельного мира, он бы вышел. И мы ничего не смогли бы с этим сделать. И по сюжету у Трумэна так и происходит. Он делает ту же самую ставку, которую делает герой в Гаттоке. И выигрывает. Потому что только так можно было победить в его ситуации. Но все-таки центральный смысл этой фразы в том, что вещи вокруг нас, которые нам кажутся естественными, реальными, простыми, понятными и закономерными, могут быть всего лишь искусственными конструкциями. И поэтому ищущая душа, конечно же, стремится иногда заглянуть за занавес, посмотреть на декорации сбоку. И иногда это получается. И открывается совсем другая картина. Но когда человек вышел за пределы этого искусственного мира, у него встает та проблема, которая была упомянута в цитате из Айвенго. Увы. Номер пять. В значит вендетта. В этом фильме много хороших цитат, много интересных мыслей. В этой фразе акцент стоит на том, что то, что человек хотел сделать, то, на что он надеялся, то, что он думал, к чему это приведет, имеет все-таки вторичное значение по отношению к результату. Человека в основном судят не по намерениям, судят его по делам. И то, на что нужно обращать внимание, например, очень активно обращать внимание в личных отношениях. Это, конечно, хорошо, что человек декларирует, это интересно, это о многом говорит, но смотреть нужно на дела. И ответственность наступает не за помыслы, в первую очередь, а за конкретные дела. Номер шесть. Заклинатель лошадей. Не заставляй его проходить через то же, из чего он так долго выбирался. Не думаю, что Том стал бы делать то, чего сам бы не хотел. Да, он хороший мужчина. У него дар. Дар небес, клянусь. Но все-таки он всего лишь мужчина. Отличная фраза. И глубокая мысль, на самом деле. Главный герой является человеком со способностями, далеко превосходящими среднего человека. И мужчину, и женщину. И у него очень тонкое понимание психологии. И, возможно, каких-то вещей более тонких, чем даже психология и душа. Тем не менее, со всей своей вселенской мудростью, со всем своим вселенским даром, он уязвим. Уязвим именно как мужчина. У любого мужчины есть уязвимые точки. И наше стремление к интимности, к сексуальности, это штука, которая во многом сильнее даже такого небесного дара. И может привести к плохим последствиям. И эта женщина, сестра брата по сюжету, очень хорошо это понимает, хотя она всего лишь обычная жена фермера. Да, у него дар от бога. Да, он заклинатель лошадей. И он очень хорошо понимает людей. Но для женских чар в определенной ситуации он все равно уязвим. Конечно, он намного более грамотен в этих вопросах, чем большинство из нас. И все равно уязвим. И это один из главных уроков заклинателя лошадей. Номер семь. Братья Блум. Знаешь, он сказал мне кое-что. Он сказал, не бывает ненаписанной жизни. Бывают только плохо написанные. Господи. Я люблю тебя, Блум. Знаешь, что мы сделаем? Мы будем жить так, как будто рассказываем лучшую историю в мире. Это про авторство по отношению к собственной жизни. Про свободу и про ответственность. Одни люди выступают зрителями и статистами в собственной судьбе. Другие люди принимают на себя роль сценариста. Они пишут сценарий. Они выбирают, как делать. И даже во многом выбирают, что чувствовать. И чего не чувствовать. Тут лишний раз упомяну про свое глубокое уважение к тематике очарования женственности. Потому что там эта тема очень сильно продвинута. Это, наверное, центральная тема всего направления. Чувство авторства. Чувство режиссера по отношению к собственной жизни. Для зрелого человека это вопрос осознанного выбора. Да, мы не можем выбирать все, что угодно. Наш выбор ограничен. Но все же в рамках этих ограничений мы свободны выбирать свой путь. Конкретику. Пара из двух людей, которые понимают это и осознанно строят что-то совместное это что-то космически редкое и вызывающее глубочайшее уважение. Это мечта. Номер восемь. Свой человек. Он же инсайдер. Чья жизнь, если рассмотреть микроскоп, не имеет изъянов? В том и дело, Джеффри. В том и дело. Любая жизнь. Они перевернут каждый камень, выкопают все изъяны, все ошибки, какие ты сделал. Они исказят и преувеличат все, что ты когда-либо делал. Разве не понимаешь? Как это относится к моим показаниям? Дело не в этом. Как это относится к моим показаниям? Я сказал правду. Это подтвержденная правда. Дело, блин, не в том, сказал ты правду или нет. Знаковый фильм. Из этого фильма я, в частности, впервые узнал, кто такая Лайза Джерард. И с него началось мое открытие Dead Condens. А фраза многозначная. С одной стороны, она про общение с большими массами людей, в том числе в соцсетях. Средства массовой информации. Как масса людей воспринимает факты. А точнее то, что практически они их не способны воспринимать. Они воспринимают их только как окрашенные той же краской, которой масс-медиа окрасили сам источник. И люди, которые больше смотрят на картинку, люди телевидения, эпохи телевидения, в отличие от людей печатного слова, во многом больше ориентируются на имидж, чем на суть того, что человек сообщает. Это такая постмановская тема. И в этой странной культуре, что именно человек сообщает, насколько бы оно не было важным, имеет вторичное значение по отношению к тому, как он выглядит в глазах общества. И в такой среде не имеет значения, что ты говоришь, по большому счету. Большее значение имеет, как ты выглядишь. И даже не как ты выглядишь, какой у тебя имидж. Тут разница между живым человеком и его подборкой фотографий в Инстаграме. В общем, общение с этой средой опасно и противоречиво. Номер 9. Красота по-американски. Когда видишь такое, это как будто Бог смотрит на тебя. Всего секунду. И если ты внимателен, можно посмотреть в ответ. И что ты видишь? Красоту. Безусловно, шедевральный фильм. И, конечно, если выбирать, что в нем является абсолютной фокальной точкой, то, наверное, это финальный взгляд, которым Рикки смотрит в глаза убитого Лестера. Собственно, смотрит он не в глаза. У него такой странный взгляд, потому что он смотрит на Бога. В ответ. Проблема в том, что из этого момента нечего процитировать, потому что он ничего не говорит. И ближайшая по смыслу фраза, которой он дает пояснение на то, как он видит мир, что он в нем воспринимает, звучит намного раньше в фильме, во время их прогулки от школы домой. Эта фраза Рикки навевает сразу несколько вещей. Во-первых, известную фразу «красота в глазу смотрящего», но в том числе и фразу из Нагорной проповеди «блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Рикки показан, безусловно, сложным, противоречивым человеком, но, видимо, его сердце достаточно чистое, чтобы видеть такие вещи и чтобы извлекать те уроки из этого, которые он извлекает. В определенном смысле он, конечно, блаженный. Не уверен я сам, что хотел бы такой груст на себе нести, но то, как он показан в фильме, какая у этого нагрузка, вызывает у меня большое уважение. Собственно, главный герой фильма, Лестер, тоже приходит к такому пониманию, но гораздо позже по жизни. Номер 10. Чужой. Не буду врать вам о ваших шансах, но мои симпатии с вами. I can't lie to you about your chances, but you have my sympathies. Эту фразу я адресую всем, кто хочет попытать счастье и построить семью в современном западном мире, мире западной культуры, куда мы тоже входим. Цель ваша благородна, желание понятно, шансы примерно такие, как они были у героев в фильме «Чужой». То есть почти никаких. Конечно, ирония в том, что по сюжету Рипли каким-то чудом в конце концов все-таки побеждает. И это дает некоторую надежду. К слову, она побеждает и во втором фильме, но уже с потерями. А в третьем фильме она уже не побеждает. То есть даже Рипли исчерпала свое везение. Так что даже своему сыну про его вероятное будущее я повторял и повторяю с ноткой робота в голосе, с легкой иронией, но не желая ничего плохого. Не буду врать тебе от твоих шансов, но мои симпатии с тобой. Всем пока и удачи. First rule of leadership. Everything is your fault. В твоей жизни мечтала о свободе, а теперь не знаю, что с ней делать. I never saved anything for the swim back. We accept the reality of the world with which we're presented. I've not come for what you hoped to do. I've come for what you did. But he's still just a man. There's no such thing as an unwritten life, just a badly written one. Not the fucking point whether you call it truth or not! When you see something like that, it's like God is looking right at you. I can't lie to you about your chances, but you have my sympathies. I have my presence. I don't know. I can come for you. I can't lie to 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 you. Продолжение следует...